Обрати внимание, сделано в Германии Das ist Thomas Здравствуйте! Вы смотрите программу «Квартирный вопрос» И сегодня мы будем играть в детка Сейчас намеков на детскую комнату для двух малышей Здесь совсем немного разве что игрушки И это шведская стенка И все! Это рабочий стол мамы На этом диване когда-то спал папа Детям нужна сказка, решили взрослые И написали в нашу программу И вот каким будет наш план Потолок мы превратим в купол цирка Вместо шкафов построим сказочные домики Еще здесь появятся разноцветные шары И загадочная птица В общем детской фантазии Будет где разгуляться Семью Пепеляевых Можно поздравить Недавно родилась дочка Назвали Анечкой В честь нее первый семейный портрет В полном составе Рисуют все Вот такая пятка у Ани Сереж, ты любишь Анюту? Скажи, да Он все время хочет на нее лечь Ее поцеловать Обнять В общем, покачать Так он, в принципе, наставнически к ней относится Вот если она плачет Он мне даже уже стал говорить Мама, Аня, иди давай Она плачет Правда, иногда это его любовь Оборачивается Анечкиными слезами Потому что иногда он Отперись быт качу Слишком крепко ее любит Да, может ее укусить В общем, да Маленький ураган Так ласково называют Сережу родители Бегать по комнате И сносить все на своем пути Его любимое занятие А еще в свои неполные два года Он за считанные секунды Залезает по лестнице До самого потолка Пепеляевы даже не сомневаются В семье растет будущий скалолаз Покорена не только лестница Столы и подоконники Перед напором Сережи Тоже не устояли С малюткой и с рванцом Молодые родители справляются Хотя сами недавно были школьниками Мария, староста класса Составляла список учеников С их контактами И случайно, по иронии судьбы Перепутала телефон мальчика Который ей тогда нравился С номером телефона Паши Завязалась переписка У нас был такой роман по СМС Причем в школе мы дветелись Как-то не общались И в какой-то из Прекрасный момент Я перепутала Я назвала его другим именем И тут уж было не отвертеться Пришлось прояснить отношения Что все-таки я Я Паша Это маленькое недоразумение Общаться дальше Ребятам не помешало Более того Они организовали свою рок-группу Мария играла на клавишных Павел на бас-гитаре Даже в клубах выступали Совместное творчество Закончилось браком Им тогда было по 19 Влюбленные расписались в ЗАГСе На следующий день Обвенчались А затем не успели оглянуться Как стали родителями Я думаю, что Редко какой мужчина Может сделать все Для ребенка То есть там От покормить До уложить спать Вот И так трепетно Относиться к детям Вот Ну и ко мне тоже Павел окончил МГУ Юридический факультет Сейчас работает специалистом В Росфиннадзоре Раньше много путешествовал Катался на горных лыжах Занимался дайвингом 85 погружений на его счету Теперь с появлением малышей Свободного времени Не так много Но молодой отец Нашел выход И решил дома Заниматься японским фехтованием Оттачивает свое мастерство Пока у детей Тихий час Мария Обязанности мамы Совмещает с аспирантурой Она с красным дипломом Окончила экономический факультет Московского авиационного института Там же пишет диссертацию В свободное время учит мужа Но не экономике А настольному теннису В этом Мария тоже преуспела Дошла до уровня кандидата В мастера спорта И теперь вместе с мужем Мечтает о семейной команде Дружной и большой Хотелось бы конечно еще одного А кого? Мальчика А почему это мальчика? Ну как в два раза больше вертолетов Машина Я так их знала Итак, наше яркое и во всех отношениях Молодое семейство в полном сборе Да? Я вас хочу поздравить с новорожденным Анечка Анечка, Сережа Сережа уже стал любимцем всей нашей съемочной группы Ребят, ну переделываем детскую Да Как вы думаете, какого цвета вашим детям понравилась бы детская комната? Я думаю, что-нибудь радостное, что-нибудь такое Яркое Да Сочное Ну и в принципе достаточно спокойное, чтобы ребенка не перевозбуждать Чтобы можно было уложить в ней спать Хорошо Какие у ваших детей самые любимые дела? У Сережи, ну вот, например, курицы Чем Сережа любит заниматься? Сережа любит везде залезать Он не ограничивается шведской стенкой Он залезает на столы, на стулья Даже на подоконнике по батарее Да у вас маленький скалолаз какой-то растет Может запросто залезть на какую-нибудь тумбочку И попросить, чтобы его оттуда сняли, конечно Ну вы отважные родители, смотрите Ребенок под потолком, а вы даже глазом не моргнули Ну у нас уже опыт Как вы считаете, что сейчас в вашей детской комнате не хватает? Ну первонаперво в нашей детской не хватает детскости Вся мебель, которая здесь стоит, она нам от кого-то досталась По наследству? Ну вот, например, диванчик Это раньше был мой диван А, Павел на нем спал, да? Да Стол, мама здесь работает? Да, я здесь во время обучения активно им пользовалась Но я хочу понять, мы делаем детскую-детскую или все-таки детскую С условием того, что мама будет иногда заходить и работать за своим рабочим столом? Не, мама, конечно, заходить будет Вот, но это будет, наверное, я представляю, что это будет детский мир какой-то за свои идеи Да, чтобы детям было интересно расти, развиваться Вы хотите устроить здесь сказку? Да Ну мы попробуем вам в этом помочь У нас даже есть кое-какие соображения на эту тему Я вам о них вот так напрямую сказать не могу Но у меня есть предмет, который вам сможет намекнуть на то, что здесь будет Вы готовы? Интересно Так, включайте фантазию Вот она Ух ты Да Ух ты Держите Славитесь под зонтик сами Так Угу Может быть у нас в комнате будет пруд, и в нем будут плавать утки? Или водопад? Пруд с водопадом Ну я вижу, вы на воду серьезно настроены Вода успокаивает, да? Льется, плещется Нет, у нас, наверное, будет яркое солнце в комнате Судя по тому, что у нас как бы над головой что-то желтое Вот, может быть, нашим детям будет светить солнце? Быть Грибок Грибок Вся комната усеяна грибами Да, несомненно, вся комната будет выделяться из общей квартиры Наверное, действительно, это как такой символ того, что вот ребенок будет в каком-то своем мире Под зонтиком Под зонтиком же совсем другой мир Ну да Ну, я думаю, что погода в вашей детской в любом случае будет солнечной всегда Ну и на этой ноте давайте попрощаемся, да? Возьмите зонтик с собой, подарите Сереже Спасибо Пускай он ходит под ним и привыкает к новому настроению в своей комнате Спасибо Спасибо Всем доброго До свидания Маш, ну что, будем делать сказку для маленькой принцессы на вырост и гиперактивного мальчугана Да, мальчик действительно взрывной Я это успела заметить на первой встрече, когда он считанные доли секунды добрался по шведской стенке до потолка Да, мы тоже этот номер наблюдали Поэтому идея родилась практически сразу же, идея цирк Шапито Ну, началось все с проектирования Здесь я придумала комплекс для того, чтобы мальчик лазал и вообще всю мебель расположила по центру А, соответственно, комната получилась квадратной Комната квадратная родилась идея шатра Шатер, опять же, цирк То есть форма будет действительно шатра наверху? Да, это сводчатый потолок Здесь будет потолок закругляться при помощи гипсокартона В общем, интересный прием Еще он дополнительно подчеркнется градиентной покраской Градиентной покраской То есть это вот плавное перетекание желтого И внизу у нас, по-моему, серый цвет Да, наверху на потолке цвет желтый, как солнышко, радость И постепенно цвет, спускаясь вниз по стене, успокаивается И становится абсолютно таким нейтральным серым Этот прием, он стирает границы между полом и потолком Таким образом комната становится как бы воздушной Какие еще элементы подчеркнут нашу цирковую идею? Я бы сказала, что вообще наш интерьер складывается не из предметов мебели А из таких очень игровых, интересных предметов Например, вот этот домик На самом деле внутри там прячется шкаф Для одежды? Да, нижняя секция заполнена детскими вещами Центральная вот здесь вот хранение для книг и игрушек И какое-то антресольное хранение тоже есть И совсем не занимает место рабочие столики Для детей, да? Да, причем у каждого свой Каким-то волшебным образом в рабочей столике превратился под оконник Это очень старый дом, у него стены толщиной метр И удалось выкрыть полноценное место для рабочей зоны Причем у каждого ребенка это место будет свое собственное У каждого свой столик, стул будет стоять напротив Какие-то сказочные предметы у нас тоже присутствуют в интерьере Здесь есть, например, загадочная черная птица На которой, кстати, можно сидеть вверху Ага, я думаю, Сереже понравится И, наконец, шатер Шатер Еще один шатер Да, дети очень любят свои маленькие домики Прятаться там от родителей В общем, все логично Шатер в шатре Так, ну с развлечениями все понятно Переходим ко сну, верно? По поводу кровати Наша героиня особенно внимательно просила меня подумать Потому что существует проблема укладывания детей спать Поэтому кровати я сделала достаточно уютными Они защищены стенами У них есть бортики То есть... Ощущение такого кокона, да? Небольшого? Да, это, в общем, такое вот защищенное пространство Помимо этого, кровати полноразмерные Во-первых, дети смогут долго на них спать, а не на вырост И, кроме всего, мама может сама прилечь, укладывая детей спать Почитай сказку, это тоже удобно Ну что ж, будем надеяться, что на этих кроватях Малышам будут сниться только цветные, яркие, сказочные сны Да, я думаю, сказка получится А какие окна вы рекомендуете? Окна? Конечно, века Окна? Конечно, века Краски Дюлакс Это стильные сочетания цветов Дюлакс Бренд номер один в Англии С помощью экологически чистых материалов КНАУФ Для отделки пола, стен и потолка Вы сможете создать здоровую атмосферу в вашем доме Мой здоровый дом КНАУФ Немецкий стандарт И так ответственный момент Выбираем краски для нашего шатра Нам нужно выбрать три цвета Желтый, серый и переходный Давай делать, выкрасывай Давай Я возьмусь за желтый, он ко мне поближе А ты, наверное, посложнее возьмешь Самое сложное мне Хорошо Кстати, коллекция называется красота повседневной жизни Ну, по-моему, действительно красота получилась Согласна Что у тебя? У меня гризаль, французский шик и ивовый лист А у меня морской песок, персиковый крем и янтарный водоворот Какой из них выбираем? Водоворот Мне кажется, что этот цвет просто самый приятный из всех желтых А почему мы, например, не выбрали персиковый крем? Ну, этот цвет, на самом деле, тоже очень приятный Но я думаю, что он слишком маленький контраст с серым составляет То есть, допустим, если приложить любой из серых оттенков То будет при переходе от желтого к серому слишком такое бледное сочетание А нам все-таки нужно, чтобы была какая-то цветная комната Тогда решено гинтарный водоворот Ну, с желтым было все просто, потому что мы руководствовались лишь личными ощущениями Да, с серым посложнее немножко Его мы подбираем под уже какие-то готовые образцы нашего паркета Это образец нашей мебели, который мы будем изготавливать И черная полосочка для контраста, она у нас планируется на полу Я так считаю, что вот этот вот ивовый лист Почему именно он? Ну, мне кажется, что вот средний, он слишком бежевый Он даже сливается как-то Ну, да, да, он будет теплый, он не даст достаточного контраста с желтым А нам нужно все-таки какой-то контрастный, но нейтральный цвет Вот, а этот серый, он просто слишком голубым отливом Холубый Да, холодноватый И, наконец, побеждает у нас ивовый лист Нам осталось теперь подобрать цвет для перехода от серого к желтому Нам нужно выбрать какой-то промежуточный цвет Потому что если мы будем делать переход цвета из желтого в серый То посередине получится грязный цвет А нам нужно, чтобы было какое-то светлое пятно Да, и плавный переход А вот этот цвет мне уже очень нравится Я думаю, на нем можно и остановиться Отлично, кстати, он называется ванильный коктейль Единственное, непонятно, каким образом мы достигнем перехода плавного для одного цвета к другой А это зависит от техники нанесения Мы будем наносить краску из краскопульта или из пульверизатора Это одно и то же И получим вот этот вот плавный градиентный переход Но это очень сложная техника Нужно наносить слой за слоем, чтобы достигнуть равномерности Но я думаю, у нас все получится Квартирный вопрос взялся за переделку детской для семьи Пепеляевых Расстаемся со скучными обоями и паркетной доской Согласно плану, нам нужно перенести дверной проем Для этого демонтируем часть стены Теперь с противоположной стороны из пеноблоков выстраиваем новую перегородку Перед выравниванием поверхности тщательно размешиваем смесь на основе гипса с полимерными добавками Займемся полом Для начала нужно подготовить его основание В качестве стяжки используем влагостойкие гипсоволокнистые листы Старые радиаторы демонтировали Сейчас немного расширяем проем и частично убираем подоконную кладку Нас устраивает остекление балкона Заменим только оконно-балконный блок Внутренние стекла энергосберегающие Внешние светоотражающие Так что летом за такими окнами можно спасаться от жары, а зимой от холода Одна из стен в этой комнате граничит с улицей, поэтому холодная Будем ее утеплять вместе со стеной у балкона Минеральную вату кладем внутрь каркаса, сделанного из металлических направляющих Сверху закрываем гипсокартоном А теперь по задумке дизайнера Марии Ватолиной Начинаем превращать потолок комнаты в купол цирка Шаг первый Выстраиваем короба из металлических направляющих и гипсокартона Кстати, в дальнейшем один из них будет отделять спальную зону от игровой Далее, нужный объем помогут создать вырезанные детали из фанеры Они станут опорами для будущего купола Готово! Ну и наконец, словно мозаику из фрагментов гипсокартона, собираем новый потолок Теперь нужно тщательно зашпаклевать стыки и неровности на потолке и на стенах Для этого используем смесь на основе полимерной дисперсии с минеральными добавками Поверхность готова под финишное покрытие Краска у нас английская, на водной основе Китсрум предназначена для детских комнат Содержит ионы серебра и обладает антибактериальными свойствами К тому же покрытие легко отмывается от пятен Верхнюю часть стен красим в сливочный цвет, а потолок в ярко-желтый И наконец, серый, он у нас пойдет по низу Как и обещали, будем стирать границы А добиться плавного перехода мастеру поможет специальное устройство Краскопульт Теперь займемся отделкой спальной и спортивной зон комнаты Для этого серыми декоративными панелями оформляем часть потолка и стену Вернемся к полу Сначала валиком наносим грунтовку Это даст нам хорошее сцепление с поверхностью После зубчатым шпателем распределяем по поверхности клей Сверху стелим подложку Чтобы максимально прижать ее к поверхности пула Прикаточным вальцом изгоняем воздух Еще один слой клея И только теперь можно укладывать спаркетную доску Она инженерная, сделана из массива дуба Ну что, наша детская преобразилась, можно сказать, от пола и до потолка Да, у нас появился купол, который дался нам не очень легко с технической точки зрения Ну да, очень сложно было совместить все эти четыре плоскости Да, радиусные плоскости трудно совмещать Потому что стыки получаются зачастую неровными И пришлось повозиться Да, ну итог, все удалось Совсем другие ощущения Конечно И в том числе благодаря градиентной покраске Которая стирает грани между стенами и потолком Получился эффект такого кокона Да, причем вот эта градиентная покраска Она немного вытягивает комнату наверх И тот факт, что мы украли, по большому счету, немного пространства сверху Да, он не ощущается Маш, ну а что у нас с полом? Ты же, насколько я помню, хотела белый пол с черным кантом Я умышленно решила поменять свою идею Потому что мне показалось, что не нужны лишние контрасты Лучше сконцентрировать внимание на предметах, чем на полу Пусть он будет более нейтральным Так, и в итоге пол у нас получился вот таким серо-бежевым Фактурным Фактурным, да К тому же это не просто дерево Это инженерная доска Инженерная доска Да, инженерная доска – это переклейка из трех слоев дуба, но в разных направлениях Волокна в разных направлениях У первого, второго и третьего слоя Да-да За счет этого доска менее подвержена воздействию температуры и влажности Но ведь у нашей паркетной инженерной доски есть еще один плюс Да, в среднем слое у нее вживлены нейлоновые нити, что делает ее еще более прочной и устойчивой к деформации Да, а для детской комнаты это очень важно Конечно Ведь дети всегда любят проверять на прочность и в первую очередь пол Точно Кстати, совсем скоро в нашей детской появятся сказочные домики, двухуровневая кровать И птица Птица, загадочная птица, она, между прочим, уже приехала к нам в Симляндии Ну вот он, наш птиецчик Типи Типи его зовут Да, это известный дизайнер финский Эра Арнио Придумал эту интерьерную игрушку С ним можно не только играть На нем можно сидеть Да, можно сидеть верхом, с ним можно дружить Он такой настоящий персонаж Да, единственный цвет, он оранжевый, а у нас на правде был заявлен черный Я поменяла свое решение относительно его цвета, потому что подумала, что наши детки все-таки достаточно маленькие Еще и могут испугаться черной большой птицы Оранжевый, я думаю, будет гораздо лучше А для того, чтобы не терять нужных интерьера контрастов, я сшила ему фрак Будем наряжать Типи Да, давайте сейчас померим Давай Ну все, Типи, теперь ты красавчик Как настоящий конферанс, я под куполом цирка Свои места занимают новые биметаллические радиаторы За счет формы конвективных окошек нагретый воздух направляется прямо в центр комнаты Поэтому помещение прогревается равномерно Акцента на розетках и выключателях мы делать не будем Они спокойного серебристого цвета Окна балкона закрываются рулонными шторами Ткань называется профискрин Она стойкая к выгоранию, а также к загрязнению и возгоранию Благодаря специальной пропитке Фигурный карниз в виде красной ленты Он из МДФ, сделан по эскизам дизайнера Так же, как и столики для малышей с необычными разноцветными ножками из массива бука На месте подоконника появились вот такие детские столики У них закругленные края, то есть синяками и ссадинами малышам, которые здесь будут жить, не грозят Ножки Очень интересной формы Они сделаны в виде разноцветных шаров, расположенных в порядке убывания И такая форма поддерживает тему нашей переделки Это цирк, шапито Под столами мы установили новые биметаллические радиаторы Утопили их достаточно глубоко Поэтому сидеть за столиками будет очень удобно Ногам ничего мешать не будет Столики у окна, так что света днем будет предостаточно К тому же мы отказались от занавесок внутри комнаты Зато установили рулонные шторы на балконе Очень приятная деталь Для того, чтобы их открыть или закрыть Совсем не обязательно выходить на балкон Управлять ими можно при помощи вот такого пульта дистанционного управления Достаточно одного нажатия И шторы можно закрыть как все сразу, так и по отдельности Вот так, очень просто И доступно даже ребенку Вечером, когда темно, но рисовать все равно хочется Можно воспользоваться вот такими бра Они расположены над каждым из столиков А очень интересный поворотный механизм у них Фиксируется в разных положениях К тому же, если окно нужно открыть, комнату проветрить Они вот так складываются И окно с легкостью открывается И еще окна и двери оснащены фурнитурой, разработанной специально для детских комнат То есть без помощи вот такого волшебного ключика, который дается исключительно родителям Двери и окна не открываются То есть самостоятельно попасть на балкон ребенок ни в коем случае не сможет Вот смотрите, я при всем желании открыть дверь не могу Но если вставляю сюда ключик, поворачиваю его Ход на балкон открыт Нам еще многое предстоит сделать А пока я хочу пригласить вас на дизайнерский мастер-класс Он для тех, кто знает наверняка Все самое лучшее в нашей жизни Это то, что сделано своими собственными руками Рога это многофункциональная вещь многоразового использования Если они у вас есть, вы можете сделать из них много чего интересного А у меня сегодня получится шикарный охотничий трофей Каждый год, поздней осенью, косули сбрасывают свои рога Вот эти принадлежали трехлетнему самцу К этим рожкам я делаю каркас из ваталицовской стальной проволоки Мне нужно нарезать ее на куски Из стальной проволоки я делаю колечки разного диаметра Соединяя концы с помощью тоненькой гибкой Эта проволока продается в магазинах для флористов Из самого большого кружка я делаю контур мордочки косули У меня есть заготовка с ушками Я ее прикрепляю тоненькой проволочкой сверху И вот такая симпатичная мордочка у меня получается Кружки нужны для того, чтобы придать фигурке объем Я буду их закреплять внутрь контура А это глазки Я тоже их прикрепляю тоненькой проволокой Каркас готов У меня есть вот такая белая ленточка Ей обычно цветы завязывают или подарки И я этой ленточкой обмотаю все проволочные детали Чтобы каркас был аккуратненький По такой технологии в театре делают шляпы Тоже делается такой проволочный каркас А потом он обматывается полосками папиросной бумаги Которые приклеиваются клеем ПВА Мы вместо папиросной бумаги используем ленточки Ничего приклеивать не надо И работа получается более простой А когда делают шляпы То сверху натягивают ткань Мы ткань использовать не будем Вместо ткани у нас будут бусинки Вот такой получился каркасик Беленький, чистенький И самое время прикрепить рога Мне их придется тоненькой проволокой Примотать к каркасу Трофеи уже есть Осталось добавить шика У меня есть вот такие шикарные зеленые бусины Я ими буду заполнять вот эти промежутки Тоже их буду крепить с помощью тоненькой проволоки Я чередую крупные и мелкие бусинки Так, чтобы добиться максимального заполнения Вот такой блестящий результат у меня получился Рога нашли свое второе применение И я думаю, что люди зря с предубеждением Относятся к использованию в интерьере рогов Это может быть очень красиво Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Квартирный вопрос продолжает переделывать детскую для двух малышей Устанавливаем каркас кровати из спортивного уголка Для прочности он изготовлен из переклеенного массива дуба Спальные места У них имеются ортопедические основания с березовыми ламелиями Устанавливаем шведскую стенку Кстати, лестница идет не только по стене, но и по потолку Дополняет интерьерную картину дверь, шпанированная дубом Украшаем ее наличниками Над кроватями крепим бра из нержавеющей стали и стекла Для наших маленьких героев мы выбрали жесткие матрасы Ведь для правильного формирования осанки и позвоночника это очень важно Наполнитель у них гипоаллергенный и антибактериальный Итак, спально-спортивная зона уже практически оформлена Мы покрасили ее в серо-бежевый цвет А кровать и дверь оформили пиленчатыми фасадами Что делает это пространство единым Зона входа у нас достаточно насыщенная Это и шведская стенка, и лестница, ведущая на кровать И все-таки один существенный недостаток Дверь должна была открываться наружу, а не внутрь Как это сейчас, для того, чтобы не задеть ребенка, который карабкается по шведской стенке Или на кровать Мы, конечно, исправим этот недочет, но уже после программы А вам советуем внимательнее относиться к таким вещам Особенно, когда планируете детскую Итак, у нас двухуровневая кровать, достаточно высокая Сережа, который будет жить здесь вместе со своей маленькой сестренкой Анечкой Большой ценитель высоты, поэтому предполагается, что спать он будет здесь А для того, чтобы ночью никто не упал с кровати У нас предусмотрены вот такие съемные бортики Вверху и внизу Очень легко снимаются Ну и спальные места у нас достаточно большие 190 на 90 сантиметров Так что мама сможет приходить к своим детям вечерами Ложиться вместе с ними, включать свет И читать сказку на ночь Начинается сборка мебели Шкафы сделаны из МДФ и шпона дуба Внутри будущих окошек прячем светодиодную подсветку Теперь на место встают полки Нижний ярус закрывают жалюзийные створки Прямо на шкафы монтируем светильники Они такие же, как над кроватью, только светят в обе стороны Завершает образ шкафов красная черепица В детской появились вот такие сказочные домики Они же шкафы, созданные по эскизам дизайнера проекта Марии Ватолиной Тут три уровня Под крышей, стало быть, на чердаке Вот такие антресоли Дотянуться сюда смогут разве что взрослые Подушки, одеяло, постельное белье Все это можно сложить сюда И всего таких чердачков четыре Следующий уровень Окошки выполнены в форме вот таких ниш Там позади светодиодная подсветка Это оргстекло ударопрочное Так что разбить мечом его будет непросто А использовать эти ниши можно как книжные полки Ну и, наконец, третий уровень Вот такие маленькие шкафчики Взрослому нагибаться сюда, конечно, не очень комфортно А вот малышам складывать свои вещи Я думаю, будет приятно и удобно Так что будем воспитывать наших маленьких героев Самостоятельность Финальный штрих Под куполом детской комнаты появляется лампа Кстати, ее дизайн перекликается с ножками столиков Которые тоже сделаны в виде разноцветных шаров ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Превращение детской комнаты в сказочный мир почти завершено Осталось заправить кровати Между прочим, подушки у нас тоже особенные Предназначенные для детей Изготовлены из экологически чистого, эластичного и гипоаллергенного материала Заполняем пространство игрушками В детской появляется палатка А теперь кресла Они сделаны специально для наших маленьких героев Каркас из массива балканского бука А на обидке изображены уже подросшие Сережа и Анечка Так что теперь споров, где чей стул у детей не возникнет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Вот такая у нас получилась сказка для малышей Маш, как ты считаешь, нашим маленьким героям будет в этой сказке хорошо жить? Я очень надеюсь на это Тем более, что детская гораздо большая ответственность, чем взрослая комната Да, нужно учесть все И безопасность, и комфорт Ну и так, чтобы в ней было приятно находиться Фантазия работала Вот это мне, кстати говоря, больше всего нравится Потому что придумывая цвет комнаты Пока думаешь о нем абстрактно А когда ты в ней оказался Вот здесь как-то тепло, светло, легко, не знаю Уютно Ну и вот это ощущение цирка, шапито Оно вот как-то Кажется, оно во всем Во всем Да Вот эти вот деревянные домики Они вот даже напоминают чем-то Вагончики, вагончики Да, которые переезжают с места на место Я считаю, черепица просто удалась Для меня это тоже было совершенно удивительно Хоть я ее и придумала, но я не думала, что получится так эффектно К тому же наши шкафчики не только эффектные и красивые, но и вместительные Верно? Да, это в общем-то действительно очень хороший прием Потому что у них маленькая глубина и большая поверхность И получается, что когда ты открываешь, у тебя все на виду И в то же время этот шкаф не забирает лишнее пространство комнаты Приско всему мы вот этими шкафчиками, которые внизу Наши малыши смогут пользоваться сами, когда подрастут На это и рассчитывалось А с точки зрения безопасности мы все учли? Ну мы очень старались Я думаю, что у нас все получилось достаточно надежно И кровати закрыты своими бортиками И в то же время бортики съемные Когда дети вырастут, можно будет от них избавиться У нас еще был спорный вопрос по поводу столиков Мы боялись, что отопление может как-то мешать сидеть за столом Но я сама проверяла Батарея очень далеко находится Никакого шанса, что мы можем коснуться их ногами И в общем это все удобно и красиво Ну вот единственный спорный момент Это все-таки пожалуй дверь, да? Да, но тут есть два мнения, куда ей открываться Я решила, что логично, если она будет открываться внутрь И не съедать пространство у коридора Но с точки зрения безопасности, наверное, стоит ее развернуть Да, мы расскажем об этом нашим героям И пускай уже тогда они сами выбирают В какую сторону их двери открываться Верно? Маш, нае освещение у тебя достаточно необычное Света много Да, есть освещение спальной зоны Есть, естественно, общий свет Есть еще подсветка на домиках Она по принципу традиционной фасадной подсветки Которая светит вверх-вниз И таким образом рельеф наших домиков подчеркивает дополнительно Ну они более объемные Да, 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 это эффектная такая архитектурная подсветка Да, там уже окошки светятся у наших домиков Окошки светятся, это можно будет вечером и ночью использовать Как ночники, дети же боятся темноты А так создается такая волшебная обволакивающая атмосфера Вот действительно она как-то способствует засыпанию Да? Ну да, но мне вообще кажется, что эта комната для них такой город, свой мир Больше, чем комната, скажем так Мистер Дорс предлагает В январе шкафы и гардеробные дешевле на 20% Мистер Дорс МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Ну что ж, самое замечательное в любой сказке это, пожалуй, счастливый конец. И в нашей сказочной переделке он, кажется, вот-вот наступит. Пепеляевы счастливые вернулись домой, стоят сейчас за этой дверью и ведают, не ведают, какой сюрприз мы им приготовили. Здравствуйте! Заходите! Здравствуйте! Здравствуйте! А вы, Бизанечки? Бабушки! Бабушки осталось. Режим, наверное, у нее маленькая, совсем крошка. Ну, тогда Сережка будет первоиспытателем. Да? Старший брат. Вот так! Да, вот так. Пойдешь туда и все посмотришь. Ну, вы вообще как переживали, волновались, думали что-нибудь? Конечно. Мы очень соскучились. Очень переживаем, волнуемся, хотим уже скорее посмотреть, что же получилось. Ну, подождите, я вас еще немножко помучу. Мы вам зонтик показывали, даже подарили его желтый зонтик в виде птицы. Да? И варианты тогда у вас были очень смелые. Да, вызвал бурю мост и зонтик. У меня даже появилась вот недавно ассоциация какая-то с цирком. С цирком? Ну, интересно. Ну, я помню, вы нам тогда говорили о том, что, может быть, у нас там пруд будет, лутки будут. Смелая, смелая ассоциация была. Да? Ну, так, цирк, больше никаких ассоциаций не появилось. Нет? В предвкушении. В предвкушении. В предвкушении? Ну, ладно, пойдемте смотреть. Пойдемте. Так. Маша, Паша, Сереженька, проходите. Вау! Ну, как? Смелая, это наше детское. Я попал в какое-то вообще, по-моему, другое место. Боже мой! Вот это да! Ты посмотри, тут же кольца есть. Что, что, что? Что там? Что там, Сережа? Что тут? Паровозик там, да? Семен с леб-ыгромкой. А что там в шкафу? Ой! Смотри, полочки. Полочки, да. Ой, класс, Маш, смотри, два столика и два стульчика. Для каждого ребенка. Слушай, да, вообще. Ой, а ты же посмотри, тут для девочек. Это девочковый стул. Ой, классно. Мальчиковый. А там Сережка нарисована, вон. Ваши подоконники как раз превратились в такие стульки. Нравится вам? Очень. Потрясающе, да. Просто восторг. Очень прям невероятная комната. Да, не ожидали вообще такого решения. Да. Мы предполагали, вы же говорили, цирк шебеток. Да, и потолок же у нас купол теперь, да. Слушай, это вообще. Ой, обалдеть просто. И такие интересные тут шкафчики с окошками свечащими. Да, да. Окошки же, да. А вверху вот тоже, посмотрите. Чердачки такие. Ой, а посмотри, тут же как крыша сделана. С черепом. С черепом. Ну вообще. Ой, восторг просто. А вы, кстати, посмотрите, занавесок на окнах нет, да? Но есть шторы рулонные на балконе. Вот есть такой замечательный путик. Одно нажатие, и шторы поднимаются. Ух ты. Более того, у вас фурнитура установлена специально для деток. Смотрите, вы можете дверь закрыть, ручек вытащить, и все. И малыши без вас на балкон не попадут. Ку-ку. Нравится? Сережка, нравится? Смотри, я же даже на птицу на это внимание не обратила совсем. Ее зовут Типи. Сережка, пойдем я тебя познакомлю. Посмотри, какая у тебя птица. Птичка, пойми не Типи. Он выступает в цирке, у него такой фрак, шляпа, и на него можно сверху садиться, вот так вот, как на лошадь, и скакать. Давай я тебе помогу. Известный дизайнер, Эра Арню, ее я люблю, вот видите? Такая необычная мебель для детских, у которой, с одной стороны, игрушка, а с другой стороны, вот такой шарф. Шарф, шляпа такая, да. Здорово, Сереж, тебе нравится? Нравится? Ура! Слушай, а тут же еще, смотри, наверху есть тоже, господи, он уже по потолку будет слазить у нас. Вот это да. Так. Ух ты, прям до потолка. Ой, так здорово, это маленький. Вот как здорово. До потолка. Да, до потолка прямо. Первым бросился в глаза потолок. Он такой необычный, и он пространство делает из квадратного какое-то невероятное. Да, воздух вот в комнате сохранился, да, вот и пространство как-то не съелось, и так, такая функциональная комната стала просто удивительной. Очень классные шкафчики там. Очень, да. Светящиеся окошки. Очень интересно, как-то так домики, маленькие домики такие, можно туда опять же складывать вещи. Как-то я на много шкафчиков даже и не мечтала. У нас же не было здесь никаких шкафов. Да, не хотели, чтобы было тесно. А здесь как-то совсем не тесно, как-то хочется здесь сидеть, играть. Решение со столами просто замечательное. Они не занимают места в комнате. Да, и в то же время есть большое рабочее место, и стулья для мальчика, для девочки, так мило. И игровая зона есть, и две кровати, больших кровати. Что, ну что, о чем еще можно мечтать детской? У нас тут спорная ситуация произошла. Хочу вам сразу признаться. Дверь открывается внутрь комнаты. Это может как-то помешать Сереже подниматься наверх по кровати. Ну, мне не кажется, что он будет настолько часто спрыгивать, запрыгивать вверх и вниз, и потом дверь немножко отгораживает вот это вот пространство с кроватями от коридора. Ну да, и потом вот на данном этапе, мне кажется, что дверь будет закрывать эту лестницу, и не столько будешь на нее внимание обращать. То есть, если бы при входе сразу Сереже увидел лестницу, он, естественно, полез сразу на лестницу. А сейчас она ее немножко прячет и, ну, потом откладывает. Ух ты, то есть наш минус превратился в плюс. Ну, вы смотрите, вы подумайте, если что, мы вернемся и все переделаем. Ну, я не думаю, что это понадобится. Ладно. Ну, и традиционно подарки от английской марки Дюлакс. Вот такой набор, он называется Let's Color. В него входит 10 литров краски того цвета и состава, который вы сами выберете. Приглашение на мастер-класс, где вас научат работать с цветом. И вот такой ежегодный журнал. О самых модных палитрах этого сезона вы узнаете из него. Так что теперь, если у вас будет желание продвинуться в этом вопросе, есть такая возможность. Спасибо. Спасибо. Перекрасим теперь свою спальню. Конечно. И еще подарок от немецкой фирмы Thomas. Это, естественно, пылесос. 3D-пылесос. Называется Thomas Twin XT. Компактная модель. А 3D, потому что чистит, моет и воздух в комнате освежает. Фильтр. Аквабокс очень легко чистится. Так что пылесосите с удовольствием. Спасибо. Спасибо большое. Обрати внимание, сделано в Германии. Dossus Thomas. Если вы хотите стать героями программы, устроить переделку на даче или в квартире, пожалуйста, присылайте письма по адресу 129 075 Москва, улица Аргуновская, дом 3, строение 1, переделка ТВ. Также можете заполнить анкету-заявку на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова